Прогноз вирусологов о том, что COVID-19 постепенно будет переходить в острое респираторное заболевание и носить сезонный характер, сбывается. Несмотря на значительный рост заболевших, инфекцию переносят легче. Смертность от коронавируса в Сарове снизилась в три раза. С начала года скончалось 24 человека. Средний возраст умерших – 70 лет. В остальных случаях у пациентов присутствовали сопутствующие патологии – гипертония, ожирение, сахарный диабет, атеросклероз и энцефалопатия. Причем у большинства умерших не одно из этих сопутствующих заболеваний, а именно комплекс, то есть несколько из этих заболеваний. Ну плюс еще вот у лиц более молодого возраста у них еще встречалась патология такая, как онкология, плюс к тем, которые я назвала, и различные нарушения, различные заболевания сердца. Возревной характер заболеваний, как у нас, так и в других регионах, обусловлен прежде всего тем, что инкубационный период вируса стал короче. Человек разносит инфекцию и может заражать окружающих за день или два до появления первых симптомов. По истечении семи дней больной COVID-19 не может никого заразить. В новых условиях распространения инфекции основным и самым действенным способом защиты остается вакцинация. По-прежнему она остается в главе угла. По-прежнему мы считаем, что наше спасение в том сейчас, чтобы вакцинироваться каждые полгода. И с конца 2021 года внесены изменения в наш национальный календарь прививок, куда внесены прививки для подростков с 12 лет. Вакцинация будет проходить добровольно. В ближайшее время в детскую поликлинику поступят первые 100 доз вакцины «Спутник М». По предварительному опросу, именно столько юных сорокчан на сегодняшний день хотят привиться. В разгар пятой волны коронавируса уровень вакцинации и ревакцинации среди взрослого населения снизился, поскольку количество зараженных или недавно переболевших существенно возросло, рассказала Ирина Игнатьева. Ну и сейчас вот анонсирован у нас приказ Минздрава Российской Федерации о том, что с 21 февраля будут оформляться QR-коды не только по факту имеющейся прививки и не только по факту перенесенного заболевания, но и по факту имеющегося анализа на антитела. Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет, достаточно их наличия. Получить QR-код по результатам теста на антитела можно будет с 21 февраля. Однако пока остаётся неясным, кто именно и на какой основе будет брать анализы, добавила главный санитарный врач. В новой эпидемической обстановке понятие «контактные лица» теряет свою актуальность. В частности, карантин для них теперь не предусмотрен. Сейчас, понимая, что заболевание передаётся в гораздо более ранние и в гораздо более быстрые периоды времени, вывод контактных вот этих лиц на карантин уже теряет свой смысл. Теряет. Поэтому никаких контактных лиц у нас, начиная вот с 7 февраля, нет. Пока на изоляции 849 человек. Это те, кому карантин был установлен ещё до 6 февраля. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.